Зеленое потребление. Именно таким названием объединены мероприятия, подготовленные экологическим информационным центром для жителей города. Задача каждого из них – призвать людей к бережному отношению к окружающей среде. Первым делом, вниманию горожан был представлен мастер-класс, тема которого прозвучала как травяные чаи Беларуси. Казалось бы, как традиционный напиток может быть связан с глобальными проблемами. Однако брестские экологи посмотрели на вещи шире. Их идея носила глубокий смысл. Чем связан наш мастер-класс с изменением климата? Казалось бы, вещи абсолютно не связанные. В действительности, давайте подумаем о названии травяные чаи в Беларуси, то есть чаи, которые растут у нас. И для того, чтобы их доставить, например, в город Брест или в Минск, нам не нужно использовать большое количество транспорта. А значит, уменьшается количество бензина и, соответственно, парниковых газов. То есть, если каждый человек сделает свой выбор в пользу местных продуктов, в данном случае это чаи белорусские, то вклад каждого, умноженный на количество людей в Беларуси, естественно, он будет вкладом в уменьшение использования парниковых газов. Сегодня на прилавках белорусских магазинов можно обнаружить огромный выбор всеми любимого напитка. Рассыпной, пакетированный, прессованный с добавками и без. Произведители чая также не уступают в изобилии. Из огромного количества разновидностей напитка каждый может выбрать полюбившийся вариант. Как правило, предпочтение отдают в пользу какой-либо из зарубежных стран изготовителей. Объяснить последний факт можно по-разному. Брестские экологи высказали предположение о том, что люди не совсем хорошо осведомлены о белорусской продукции. Еще одной из причин отказа от натуральных трав, по их мнению, является неумение правильно готовить чай. Чтобы ознакомить горожан с разнообразием товаров отечественного производителя, и был предложен увлекательный мастер-класс. После чайного чемпионата я даже писал письмо правительству с предложением разработать белорусскую чайную церемонию, для того, чтобы наши травяные чаи продвигать на экспорт. Пока что так все потихонечку развивается. Есть перспектива готовить их совсем по-другому. Подходить к этому так, как к этому подходят на Востоке, более утонченно, технологично, и, соответственно, сделать более интересные национальные продукты. Знакомство с травами, а также искусством чайной церемонии проходило в развлекательном ключе. Пройдя первый урок, теоретически гости мероприятия приступили к самостоятельному изготовлению напитка. Увлекательное занятие проходило под руководством опытного наставника Алексея Куприкова, который делился знаниями о пользе и целебных свойствах белорусских растений. Мне кажется, да, по чуть-чуть мы можем вместе слаженно добиться многого, потому что не сразу это добивается. Мы не можем повлиять на глобальные источники загрязнения, но можем предотвратить многие, вызванные нами самими. Искусство чайной церемонии в Бресте только на пороге своего развития. Благодаря подобным мастер-классам еще больше людей убеждается в необходимости его постижения. Гости, посетившие мероприятие в рамках акции «Зеленое потребление», помимо навыков по изготовлению натурального напитка, еще раз задумались и о том, какое большое значение имеет человеческий фактор в общем деле в защите окружающей среды.